Всем привет, с вами Кирилл Саакаст и сегодня у нас Marvel's Strike Force. Сегодняшнее видео будет посвящено новому герою, а именно Феникс. Успел я пока прокачать её на 27 тысяч, конечно, седьмая категория. Это не самое крутое, что можно, естественно, получить, но прошёл всего один день, даже ещё целиком один день не прошёл. Смог пока, как видите, выкачать на седьмую категорию, просто физически закончились вот эти материалы, как раз синие. Потому что до этого качал Колоса, естественно, тоже все эти материалы у них идентичные, потому что это мутанты. Поэтому пока на 27 тысяч. И чтобы не затягивать видео, естественно, там, потому что прокачаю на одиннадцатую категорию, двенадцатую, там, и может быть даже на тринадцатую, естественно, это уйдёт не один день, может даже и больше, чем неделя. Поэтому давайте начнём. Первое умение у неё это психический удар. Для начала давайте, наверное, начнём, что герой у нас имеет две формы. Это обычный феникс, когда, точнее, Джина Грей, когда она умирает, то есть, когда герой умирает, она превращается в тёмного феникса, то есть, у неё, по сути, две жизни. Как почти как у Альтрона, когда Альтрон убивает, он перерождается. Тут то же самое, только Альтрон, когда перерождается, у него остается набор умений такой же, как и был у феникс, а набор умений абсолютно другой, за исключением первого умения. Первое умение у неё в двух стадиях одинаковое. Это психический удар наносит основной цели 200% урона и снимает до двух положительных эффектов. На последней прокачке увеличивается только урон, поэтому, естественно, прокачивать за апельсинки, если у вас, конечно, не так их много, нет смысла. Второе умение, сначала разберём её умение, наверное, именно феникс, а потом разберём, когда она умирает, что она может. Второе умение очень крутое, у неё сразу готовое, накладывает, как видите, скрытость, то есть, наших персонажей будет не найти, то есть, они будут скрытны на целых два хода, плюс ещё накладывает усиление защиты на всех союзников. Естественно, это суперкрутые умения, то есть, получается, она остаётся одна, все стороны спрятаны под усилением защиты, то есть, такая некая провокация, чтобы именно этого героя убивали. Также распределяет 25% от своего мага здоровья, между всеми союзниками идёт под хил, плюс ещё 6000 дополнительного здоровья. Естественно, что сейчас стало модное, это работать через блокировку лечения, потому что много сейчас блокировок лечения, естественно, работает и через блокировку. Также переносит все отрицательные эффекты, которые есть на наших персонажей, на этого героя, то есть, все ослепления, кровотоки, всё, что есть у наших персонажей, она переносит на себя. И если она одна вообще у нас на столе, то она наносит себе, как видите, 5000 проникающего урона, то есть, она себя ваншотит и, получается, срабатывает её перерождение. Ну, одну я не пробовал её, честно говоря, просто для чего это нужно, чтобы, наверное, когда все наши герои умирают, чтобы можно было пробовать как-то всех убивать за счёт Тёмного Феникса, но, не знаю, пока нужно, естественно, пробовать, о чём такие мувы нужны. Ультимативная способность не сразу у нас есть, к сожалению. Наносит она основной цели 400% урона и снимает с неё все положительные эффекты. Это на капе, как видите. Так она снимает три положительных эффекта на последнем уровне прокачки, то есть, за апельсин она снимает все эффекты с цели. Также даёт плюс 50 тысяч концентрации для этой атаки, то есть, по идее, если её хорошо прокачать, именно хорошо прокачать, то есть, там, 11, 12, 13 категория, то она должна снимать просто все эффекты, которые есть на персонажа, потому что плюс 50 тысяч концентрации – это прям овер много. Поэтому это, естественно, суперкрутое умение. Три положительных эффекта – это и так, в принципе, много. Это было бы раньше, но сейчас нужно понимать, что у всех персонажей прям целый ряд забав, куча регенерации, куча ускорений, куча усиления защиты, усиления атаки. То есть, нужно, естественно, больше уже трёх, то есть, нужно прокачивать будет за апельсинки. Также ещё увеличивается урон. Её пассивное умение – это возвышение феникса после смерти призывает. То есть, когда герой умирает, призывается тёмный феникс, даёт провокацию. Это пассивка, когда даёт провокацию, когда солидик тоже использует провокацию. То есть, любые провокации, которые есть сразу. Допустим, мы берём Дракса, он делает провокацию сразу, и мы получаем тоже провокацию. То есть, у нас будет две провокации прямо сразу на первом ходу. Также даёт 30 к урону этому союзнику, точнее, не союзнику, даёт феникс 30 к урону и к людям икс. Также даёт ещё им хп. То есть, 30% что урона, что к хп. Естественно, это надо за апельсинки тоже прокачивать, потому что там было всё по 20, стало по 30. То есть, 30% это, конечно, много к хп, к урону. Это прям сверх круто. Давайте теперь посмотрим, как меняется феникс, когда её убивают. У нас призывается вот такой вот герой, это тёмный феникс. Первое умение, как я говорил, у нас абсолютно одинаковое по своим точнее наборам функций. То есть, наносит урон и снимает до двух положительных эффектов, за исключением того, что наносит ещё всем ближайшим целям. А в обычной форме у нас наносит только в таргет. То есть, получается такое некое ауе. Естественно, это в этой форме она больше дамажит. Второе умение, это похищение выносливости. Похищает 15% здоровья у всех врагов и проваляет к фениксу. Накладывает регенерацию на всех союзников, также накладывает регенерацию на всех из людей икс. А на капе добавляется только процентное хп. То есть, будет 20%. В принципе, можно обойтись без апельсинок. Потому что в обычной форме в дар света увеличивается только лечение. То есть, не так критично прям. Поэтому можно, конечно, прокачать, но я бы не стал. Ультимативная способность в освобождении феникса. Наносит всем врагам 400% урона. То есть, понимаете, всем врагам это отличные цифры. Также снимает все положительные эффекты с каждой цели. Дает, как вы уже видели, 50 тысяч дополнительной концентрации. От этой атаки еще невозможно избежать. Также за апельсинкой, как видите, я прокачал. То есть, благо не нужно качать в две формы. То есть, прокачиваем одну, получаем дополнительные эффекты там и там. Там тоже у нас было, снимали мы до трех положительных эффектов. Теперь мы снимаем все. То есть, все положительные эффекты на всех персонажей мы снимаем. Естественно, это сверх круто. Нужно понимать, чтобы получить такое умение. Нужно, чтобы у нас Джина Грей умерла. Дальше у нас пассивная способность из пепла. При появлении наносит всем врагам 250% урона и накладывает ослабление защиты. Тоже, как вы понимаете, просто она умирает. В ВУЕ сразу 250% урона. Также при записи синки я прокачал. Там в обычной форме было просто увеличение ХП и урона людям Х. А тут, как видите, было ослабление защиты на один ход, стало на два. То есть, персонаж просто вынуждает так, чтобы убили Феникс. И возродился у нас темный Феникс. И мы получили круче, намного более крутые эффекты. То есть, есть обычный у нас Феникс, когда он получает таунт. А получает он таунт от всех просто вещей. То есть, допустим, Дракс сразу заходит на поле боя. У нее есть автотаунт. На нее переспределяется. Енот с Грутом синергирует. Грут накладывает на себя автотаунт. Джина Грей тоже, получается, стоит уже в таунте. То есть, ее убивают. Получается, Феникс. Ослабление защиты. Куча по всем уронам мы выливаем. То есть, персонаж такой интересный. Получается, в две фазы. Он в первой фазе получается у нас защитный. Во второй у нас такой более атакующий. То есть, мы с защитой переходим плавно в атаку. Как вы могли уже догадаться, этот персонаж можно использовать не только с людьми Икс. Потому что есть крутые эффекты. Это как Дар Света. Усиление защиты. Плюс скрытность на всех союзников. Также можно забирать какие-то отрицательные эффекты. То есть, получается, такой некий саппорт, который просто возьмет и впитает все негативные эффекты. Будет, конечно, прикольно. От каких-нибудь братства, естественно. Потому что у них куча дебафов. Также круто будет каких-нибудь пауков. У них куча кровотоков. То есть, Феникс на себя все это впитывает. Защищает все наши пати. Потому что пати будет под усилением защиты. Под скрытностью. То есть, до них будет тяжело добраться. Когда персонаж умирает, мы переходим сразу в атаку. То есть, получается, как в контратаку. Потому что мы на всех накладываем сразу ослабление защиты на два хода. То есть, два хода это сверх много. Потому что за два хода можно просто кучу урона нанести. Допустим, какой-нибудь там енот под увлечением урона под грутом. Еще под минус дефом. Если враги будут, то просто за счет одной ульты всех расстреляет. Поэтому можно тут комбинировать. Можно сейчас придумывать. Вопрос, конечно, стоит, насколько нужно ее сильно выкачивать. Потому что есть крутые умения. У нас, получается, сила Феникса. Которая будет давать концентрацию. То есть, будем снимать какие-то эффекты. Но, с другой стороны, так прям и тянет этого героя. Чтобы она умерла. То есть, как грудь. Допустим, у меня грудь слабо прокачан. Я, конечно, понимаю, что можно выкачать его вот такого в танка клевого. Но у меня он тоже в стражах используется. Как просто персонаж, который умирает, возрождается за счет минервы. И дает просто кучу бафов. И нот расстреливает все это дело. Тут может быть такая же ситуация. Нужно, конечно, будет пробовать полноценный состав с людьми Икс. Потому что все-таки Феникс рассчитан на спад эту пачку. Но пока тяжеловато. Нужно все подровнять, как вы понимаете. Потому что много персонажей нужны в прокачке. И уже посмотреть полностью синергию. Сегодня мы только разберем Феникс. Чуть попозже подровняю. Поиграю за Людей Икс. Посмотрим, что они вообще, в принципе, могут. Нужно, конечно, в идеале. Хотя бы эту пачку прокачать на 200К+. Потому что иначе этот обзор будет на Людей Икс не таким эффективным. Потому что тяжело будет понять, насколько они актуальны. Все-таки сейчас все в 13-м тире почти на арене. То есть там, конечно, конкурировать будет проблематично. Если достаточно не выкачать этот пак. Как видите, на арене у меня все, естественно, выкачаны очень сильно. У всех почти 13-й тир. Тут вообще фулл 13-й тир. 288 тысяч. Давайте посмотрим, что мы можем. Взял вот такой вот пати. Довольно-таки своеобразная. У нас, получается, будет 2 таунта сразу от Дракса и от Феникс. Давайте, поехали. Ну вот, начинается бой. У нас сразу стоит 2 таунта. Есть у нас, конечно, ослепление. Но стоит ли его узнать? Вот другой, конечно, вопрос. Хочу немножко замерить Альтрона. К сожалению, у нас умирает не тот немножко герой, которого в идеале рассчитывал. Надеялся на Феникс, но немножко не повезло. Поэтому давайте воскрешать. Дальше мы можем спрятать всю нашу команду. Давайте посмотрим, как это выглядит все. Так бы мы еще забрали все дебафы, которые были. Но дебафов у нас не было. Поэтому нам немножко тут, конечно, везет. Конечно, можно было в идеале всех стянуть и там потом раскидывать АОЕ за пира. Но бафы Альтрона уже не получает, уже хорошо. Вот у нас, получается, Джину Грей убили и превращается у нас в Темный Феникс. Дальше мы можем сейчас похитить здоровье у противников. Давайте так и делать. Посмотрим, как это выглядит в этой форме. Можно, конечно, снять сейчас с врагов бафы. Так что нужно подумать, в принципе, что лучше. Давайте будем похищать ХП. Также получаем регенерацию еще наших союзников. Можно еще похитить ХП. Просто такой пати на похищение жизни у нас получается. Так, один персонаж отпал. Сейчас будет воскрешение. Так, главное теперь все это ослепить. То есть убрали мы такую угрозу. Так, енот упал. Это хорошо. Так, у нас ослепление. От этой атаки невозможно избежать. Давайте посмотрим, под ослеплением получится ли у нас что-то сделать. Да, видите, под ослеплением тоже работает. Это как ульта магнета. Если его ослепили, тоже работает. И все положительные эффекты мы сняли. Так, давайте убивать минеру. От зоопарка мы исправились. Я думаю, второй он не должен успеть призвать, потому что он не успел энергию себе откатить. Ну и осталось дело за малым. Его добивать. Как видите, вот таким вот довольно-таки своеобразным пати смогли разрулить сейчас ситуацию. Отлично, победа. Довольно-таки интересно у нас получился первый бой. Как вы могли увидеть, хоть и наш враг был намного сильнее, чем мы, но за счет нашего грамотного подобранного пати мы смогли как-то законтрить и Альтрона, и Техников. То есть, весь этот сильный пак мы законтрили, получается, даже за Феникса 27000. Конечно, герой крутой, потому что двойной набор умений. Естественно, это Оверкруто. Понятно, почему этот герой легендарный, почему он открывается в 6 звезд. Интересно, как это будет все играться в Людях Х, но об этом чуть позже, потому что нужно будет, естественно, прокачать ее чуть побольше, выкачать всю пачку Людей Х на уровень хотя бы 200+, потому что иначе на арене делать нечего за такой пак. Естественно, у героя есть и минусы. Минус первый ее, это то, что когда умирает Феникс, призывается Темный Феникс, то есть идет Возрождение, а в рейде, естественно, это минус, потому что когда умирает Джина Грей, даже если Темный Феникс остается у нас жива, то есть мы переходим на следующую точку в рейде, персонаж считается мертвый. То есть нужно будет тратить ядра, то есть персонаж для рейда не подходит. Ну, можно, конечно, будет использовать ее на каких-то ключевых точках, либо играть через просто первую форму, и чтобы персонаж не умирал, потому что иначе нужно будет ядра тратить на этого героя. А также за Минеру нельзя использовать Воскрешение, в том плане, что нельзя воскресить будет именно Феникс. Если у нас Феникс умирает, потом перерождается Темный Феникс, и Темный Феникс тоже умирает, Минера не может воскресить ни одну из этих форм. Иначе это был бы, конечно, чит. Поэтому, конечно, герой интересный. В первую очередь он все-таки рассчитан у нас для арены. Скорее всего, это будет новый герой, который будет чуть ли не в каждой пачке именно в арене, потому что на такие наборы умений через них тяжело играть. Потому что много разных миксов можно придумать. То есть можно сразу ставить, как я с Драксом ставил, два таунта на первый ход. Плюс можно ставить как-то, играть, забирать против Братства ослепление, кровотоки, еще там до бесконечности куча эффектов. Можно это все забирать. То есть против этого тяжело играть, потому что набор спектра и умений такой очень огромный получается в этом плане. И против этого тяжеловато будет играть. Это точно. Если особенно герой еще будет хорошо выкащен. По урону пока сложно сказать, насколько она будет хорошо раздавать. Все-таки умения у нее во второй форме тут наносят такие, я бы сказал, внушительные цифры. Но по урону, естественно, пока не понятно. Потому что 27000 это ни о чем. По нынешним меркам. Если полгода назад, до введения красных звезд, это была цифра, которая была ощутима, сейчас эта цифра просто ни о чем. Но посмотрим. В принципе, про героя больше мне сказать нечего, потому что еще мало успел ее протестировать. Все-таки первый день. Но успел, естественно, основные какие-то фишки из-за нее понять. Вам это все сегодня рассказал. Поэтому вы же можете представить, что это за герой, какого он типа, в какие комбинации можно использовать. Можно, конечно, пробовать играть через темного феникса, то есть быстро, сильно не выкачивая. Феникс, чтобы она быстро умирала и давала просто минус деф по врагу, чтобы как-то заливать их в ОУЕ. То есть такое тоже может быть. Поэтому тут нужно понимать, что герой у нас двоякий. То есть можно играть от первой формы и потом просто в атаку переходить за счет второй формы. Естественно, герой классный. Осталось только понять, какие с ним комбинации люди будут просто придумывать. Потому что сейчас, как вы видели, куча разных комбинаций, куча легендарных героев сейчас используются. Что Фьюри, что Магнета. Просто чуть ли не в каждой пачке. Сейчас, скорее всего, будет еще и Феникс. Но увидим мы это, скорее всего, чуть попозже. То есть где-то через неделю арена у стаканца. Потому что все успеют подкачать героя. И там уже можно будет что-то более углубленно снимать на эту тему. Поэтому, естественно, ставьте лайки. Каждый лайк ускоряет дату следующего видео. Также не забывайте про группу ВКонтакте. Естественно, про группу в Дискорде. Все ссылки я оставлю в описании. А на сегодня у меня, в принципе, все. Так что делитесь этим видео со всеми друзьями. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok